представьте там нам нужно запустить 20 медиапланов по радио для 20 застройщиков когда ты говоришь то что тут надо все делать не горит да нам это не надо нас так все хорошо подписав один контракт застройщик моменте получать тот ресурс который бы он нарабатывал гадаби мы до пошли в банк мы понимали что это очень рисковая история история про freedom наверное эта история про то что это одно из самых больших проект на финансирование в сибири мы когда первую очередь стартовали сбербанк не верил уровню продаж этот привет привет хотели сегодня раскрыть два момента раскрыть компанию как пришли к тому что из себя сейчас представляет компания ну и соответственно про те масштабные проекты которые вы сейчас делаете можешь немножко рассказать что из себя сейчас представляет компания one company это не совсем компания мы это называем бизнес-сообщество это синергии нескольких компаний если вот в целом структуру нашей компании разделить она делится на три блока конечно в каждом блоке есть очень много внутри структурных составляющих потому что маркетинг эти автоматизации это компания в которой больше ста человек где есть маркетологи и тишники продукт менеджеры архитекторы 3d визуализаторы это огромный штат который одновременно ведет порядка там 20 объектов если мы говорим про продажи это большой блок который занимается трейдином колл-центры даже есть собственный мфц есть очень много блоков связанных поддержкой продаж это тоже все закрывается отдельно вот и вот это тоже большой достаточно блок ну и стройка это у нас буквально мы наверно последние два года начали заниматься строительством и реализации собственных проектов у нас сейчас в кейсе порядка четырех проектов и сейчас на подходе еще два-три проекта в ближайшие полгода будет стартовать от нашей компании в целом если говорить про компанию либо даже на про наше бизнес общество это вот три разных направлений ты юрлица где разные собственники и разные структуры бизнеса но они синхронизируются в рамках одной большой компании и выполнять каждый свою отдельную функцию то есть можно ли простым языком сказать что и застройщик вот он строит дом например да вы берете на себя маркетинг возможно там с планировками как-то еще что-то с продвижением берете на себя полностью продажи и есть собственные проекты которые вы также рисуете сами строите ну и сами продаете здесь наверное исторически нужно рассказать про то чем мы занимались и здесь станет понятно почему компания именно набрала такие большие обороты и наверно в новосибирске тем чем мы занимаемся мы являемся одним из крупнейшими операторов кто занимается именно такими масштабами исторически получилось так что мы там 15 лет назад начали заниматься как раз эти автоматизации маркетингом залитикой до 100 застройщиков и у нас было достаточно большое количество клиентов застройщиков которые хотели с нами работать ну и соответственно мы полностью оказывали круг полный аутсорс вот этого большого блока и было очень много разработано идти продуктов продуктов по аналитике продуктов по маркетингу очень много было тестов гипотез в которых мы проверяли эффективность того или иного канала, креатива, аудиторий и вот эта масса, которую мы набрали, мы хотели дальше ее расширять. И в свою очередь у нас получилась такая история, когда застройщики к нам приходили, они отказывались платить за маркетинг, говорили, что мы боимся, что, так скажем, вы потратите наши деньги, а эти деньги будут неэффективны. И в тот момент у нас как раз-таки появился продукт, который называется управление продажами, когда мы сказали, окей, мы готовы проинвестировать весь маркетинг и улучшение, которое будет по проекту самостоятельно, а вы будете нам давать деньги по результату. То есть, соответственно, фактически мы берем все на себя риски и затраты, автоматизируем процесс, внедряем наши бизнес-процессы и, соответственно, работаем уже немножко в другом формате. Ряд застройщиков мы тогда первые несколько проектов забрали, и мы были очень в себе сильно уверены, и эта история очень хорошо показала себе, потому что, особенно, небольшие застройщики боялись инвестировать хорошие бюджеты в маркетинг, в автоматизацию, расширять штат, а мы в момент могли внедриться и, соответственно, расшить эту историю. И в конечном итоге эти функции были все больше, шире, масштабнее, да, и сейчас, если мы говорим про, наверное, все наши бизнес-комьюнити, это порядка 300 или 400, наверное, уже человек, который занимается, так скажем, реализацией проектов. И это достаточно интересная история, когда, подписав один контракт, застройщик имеет опыт компании, которая реализовала больше 80, под 100 проектов, у которой ежедневно тестирует огромное количество гипотез рекламных, который внедряет огромное количество IT-продуктов, у которого есть там свой штат колл-центра, и он в моменте получает тот ресурс, который бы он нарабатывал над Гадаби, и тот опыт. Застройщик никогда, так скажем, этим не будет заниматься, у него нет такой цели. Нам, чтобы сделать правильно наш продукт, приходится очень много, так скажем, регламентировать и делать правила, то есть то, что работает, что эффективно, потому что в нашем случае, условно, представьте, нам нужно запустить 20 медиапланов по радио для 20 застройщиков, нужно записать 20 роликов, раскидать их сетки. Это огромное количество, соответственно, действий и огромное количество проектов, которые, наверное, условно, в классическом формате, когда и маркетолог делает, он просто одну сетку закинул, ему выкинули, и все. Причем мы это еще эффективно считаем, каждые цифры мы рассчитываем. И поэтому опыт у наших сотрудников, вот, каждый из бизнес-единицы, каждый из бизнес-процессов, он, во-первых, рассчитывается, а во-вторых, он очень регламентирован и оценивается его эффективность. Поэтому с этой точки зрения мы, как бы, по эффективности можем, ну, конкурировать, там, ну, с кем угодно, так скажем. На рынке, наверное, сложно будет собрать структуру, которая имеет настолько большое количество разнообразных узконаправленных специалистов в таком масштабе и с таким количеством регламентов и правильных подходов, да, которые мы каждый раз улучшаем ежедневно, да, там, ежемесячно, ежегодно. Вот. И любой компании, которая захочет дойти до нашего уровня, придется, так скажем, вот эту историю подсобрать. То есть я правильно понимаю, что вначале занимались автоматизацией, вот, маркетингом, да, для застройщиков, потом произошел бустер, когда вы стали продавать, в том числе, комплекс отказывать, и это сильно бустануло вашу компанию, вы тогда сильно начали расти. Да, ну, здесь, наверное, ключевая история была в том, что мы видели, как можно было это улучшить, эффективность продаж, и мы не могли повлиять, так как мы занимались только со стороны маркетинга. И ключевая задача была поднять эффективность того, что мы делаем. То есть мы можем давать лиды, можем давать заявки, можем накачивать проекты, но, условно, делая продаж, да, не хотят работать по регламентам, не хотят работать с РМ, не хотят организовывать застройщики колл-центры, не делать контроли качества, да, не хотят делать обучение. И вот этот набор весь функций, когда ты говоришь, что вот это надо все делать, они говорят, да, нам это не надо, у нас так все хорошо. А каждый из этих элементов дает там на 2, 3, 4, 5 процентов увеличения эффективности. Многие застройщики не хотят сильно глубоко погружаться в эти процессы, то есть они видят их поверхностно. И для того, чтобы дать более комфортный формат взаимодействия, допустим, застройщика и агента, да, необходимо сделать очень много сервисов. Мы это сейчас, допустим, делаем. Для того, чтобы клиенту было более комфортно взаимодействовать с застройщиком, тут тоже много есть нюансов. И в свою очередь, когда мы видели потенциал увеличения, и основная цель была как раз-таки сделать правильную с точки зрения продукта застройщика продажу, и вот это послужило тем, что мы добавили новые функции в качестве продаж. И когда мы увидели, что на самом деле и в стройке такая же история, что можно очень сильно повышать эффективность и строительных проектов, мы стали видеть то, что вот мы здесь бы сделали лучше, там здесь продукт лучше, здесь там планировки лучше, а здесь там с точки зрения использования общественных пространств, инфраструктуры, как правильно собрать проект, как с точки зрения технической части собрать проект. Мы стали получать от огромного количества строек большое количество фидбэка, и этот аккумулированный опыт нужно было куда-то применять. И мы так перешли в следующую ступеньку, которую мы сейчас видим как одну из ступеней, где мы развиваемся совместно с партнерами-застройщиками также, можем применить ее. Поэтому вот у нас задача сейчас следующего этапа, шага, помимо того, что сейчас вот все процессы, которые мы наладили, сделать и крутые проекты в рамках нашей работы, чтобы они были действительно именитыми в городе, и в городе на них все равнялись. Наш следующий сейчас, наверное, флагманский проект, это как раз Freedom. Мы как раз его в акцент самый ставим, в то, что это для общества, это для города, и он очень значимый будет с точки зрения инфраструктуры для города. И мне кажется, современный застройщик, он должен думать гораздо шире, не только там даже про жителей. Надо быть более френдли, если все застройщики так будут подходить к этому процессу, то это будет гораздо эффективнее в целом для развития города. Freedom — это первый проект или нет? Да. У нас, если говорить про Freedom, это комплекс, который стоял, был, раньше назывался «Снежные мили». Он на протяжении 10 лет стоял на уровне котлована, его все видели, было много обрушений, проблем с ним. И мы как раз начали строительство объекта год назад, и это у нас сейчас является флагманским проектом. Вот здесь вот в проекте мы хотели реализовать такой формат. Это город в городе, когда человек, не выходя из проекта, может, в принципе, любые бытовые свои вопросы закрыть. Вот. И здесь, если говорить про этот проект, у нас мы привлекли достаточно серьезную команду к проекту. Это и брокеров федеральных, которые занимаются наполнением и правильной комплектации торгового центра, как его правильно собрать с точки зрения потоков. Плюс мы поняли, что на нашей городской набережной крайне не хватает истории с улиц и баров, ресторанов. Там их просто практически нету, и качественных тем более не так много. Вот. И мы сделали там десятки концепций ресторанов и назвали эту историю улиц, баров и ресторанов. Сделали на высоком этаже скай-бар, где, соответственно, можно будет на высоком этаже посмотреть вид и поужинать, либо там, условно, в баре посидеть. Мы добавили сюда историю с рекреацией, так как это самый большой парк в городе Новосибирске, ну и наша набережная, где проходят все праздники, дни города, любые празднования, мероприятия. Мы реализовали историю с термальным комплексом. Это достаточно большой, 3700 квадратных метров, ну просто огромный термальный комплекс, который встроен в проект. Кстати, вот это все доступно для всего города. И здесь же мы реализовали четырехуровневую первую в городе Новосибирске подземную парковку. Это вот сейчас, кстати, только презентация была нового Freedom 2.0, до этого была двухуровневая подземная парковка. Сейчас она стала четырехуровневая подземная парковка. Мы понимаем, что городу крайне не хватает вот в этой локации парковки. И решили вот сделать, так скажем, вот эту историю еще больше и масштабнее. То есть, соответственно, вот как раз наша реклама текущая Freedom 2.0. Еще больше ресторанов, еще больше подземной парковки, еще больше, соответственно, термальный комплекс, еще больше торговый центр. Да, вот эта история, она расшита была именно в этом формате. Вот, кстати, если говорить про изменения. Мы когда взяли проект, он выглядел совершенно по-другому. И мы решили вторую очередь не продолжать так, как была сделана первая очередь, а полностью снести все, что построено было прежним собственником, и заново спроектировать и построить. Это достаточно большой бюджет для того, чтобы правильно реализовать вот нашу концепцию проекта. Вот, и здесь как раз история про то, что внутри проекта закрывается, вот представьте, вы живете во Freedom, у вас утром вы можете спуститься не в какой-то маленький тренажерный зал, а в полноценный большой федеральный фитнес-центр, да, потом поплавать, либо сходить в термы, потом сходить в одну из десятка видов ресторанов, да, причем это ресторан не там маленького формата, а федеральный ресторан. Соответственно, утром вы можете пробежаться также по набережной, купить продукты, одежду, электронику, все что угодно, не выходя из дома. Плюсом мы сейчас в этой очереди сделали одно здание полностью бизнес-центра, вы здесь в принципе можете и работать. Поэтому здесь чисто технически вы закрываете вообще все свои потребности, вы можете даже здесь и работать. Вот, поэтому вот эта концепция «Город в городе, живи, отдыхай, работай, все во Freedom», она, так скажем, является, так скажем, основной идеологией вот этой свободной жизни, что вы не тратите время на неэффективность передвижения, на поиск компаний, а все лучшие компании, так как здесь очень много трафика и очень много людей, они будут находиться именно в этом проекте. Но там сейчас вакуум, вот наша задача этот вакуум правильно собрать, да, и сделать для него правильный выход, чтобы эффективно сделать инфраструктуру, которая дополнит нашу набережную и сделает ее с точки зрения туристического места, зоны отдыха более интересной и комфортной. Поэтому вот мы перед собой ставим задачу как раз именно такого формата, и опять-таки мы здесь не закрываем это ни от кого, да, это прям общественная там история для города. Круто. Я правильно понимаю, что сейчас все сообщество, ваше комьюнити направлено на то, чтобы реализовать этот проект? Все силы брошены туда. Да, у нас на самом деле не все сообщество, есть отдельные команды, которые сейчас реализуют этот проект. Ну, если говорить про команды, то у нас, допустим, сейчас руководители по строительству, Григорий Юрьевич Занегородский, это бывший топ-менеджер Инграда, Эталона, Афи Девелопмент, он, кстати, две башни Москва-Сити строил, вот у нас сейчас он руководитель по строительству работает. Генподрядчик у нас, это генподрядчик, который строил Крокус, Вегас, Русский остров, Олимпийский. А если говорить о брокерах, это тоже, я пока не буду говорить, потому что мы их не выбрали, у нас их несколько на выбор, это вот несколько крупных федеральных компаний, которые заполнением занимаются наших крупнейших торговых центров, ну, после того, я думаю, что к лету как раз мы выберем, подпишем контракт, будем говорить, это тоже крупнейшие брокеры, которые занимаются правильным наполнением коммерции, да, и, ну, продажей, естественно, наша структура занимается. Можно ли сказать, что этим проектом вы пошли своей компанией в Абанк? Однозначно. Здесь история про Freedom, наверное, это история про то, что это одно из самых больших проектных финансирований в Сибири, это больше 12 миллиардов, которые подписаны со Сбербанком, ну, это вот как раз опять-таки доверие к проекту. Мы, когда первую очередь стартовали, Сбербанк не верил уровню продаж, вот, и они нам первую очередь очень сложно подписывали, они думали, что мы и первую очередь не продадим, но мы просто показали суперрезультаты, и динамика продаж, она была настолько высокая, что мы в моменте, там, до 70% всего рынка апартаментов продавали в некоторые месяцы, а по результатам года прошедшего мы все апартаменты, вот если брать всю долю апартаментов, это по данным Дом.РФ, 41% всех апартаментов за последний год приходится на Freedom. Это достаточно большой, крупный показатель, и, наверное, это как раз показатель того, что рынок доверяет этому проекту, ну, и в конечном итоге и Сбербанк дал добро на то, чтобы финансировать и строить сразу всю вторую очередь вот эти все четыре башни. Вот, если говорить, наверное, вот как раз-таки про первый этап, когда мы заходили, и когда котлован стоял 10 лет, да, нам было достаточно страшно, потому что мы, да, пошли ва-банк, мы понимали, что это очень рисковая история, апартаменты не имеют спецпрограмм по кредитованию, апартаменты – это не жилье, это долгострой 10 лет, который стоял, и его нужно было, соответственно, продавать, и достаточно высокими темпами, потому что мы хотели за три с половиной года построить все здание, а это больше 180 тысяч квадратов, это самое, кстати, большое здание в рамках, ну, там, одного комплекса, с самым большим стилобатом и большим количеством площади на, условно, на гектар плотностью, и необходимо было его построить одновременно, чтобы он функционировал тоже правильно. Это была технически сложная задача, финансово сложная задача, и с точки зрения продаж, маркетинга такая непростая задача. И мы фактически на тот момент пошли ва-банк, мы стартовали, я тогда помню, с цены 160-165 за квадрат, вот, и вот официально был старт продаж 1 января, а предстарт был для агентов в конце ноября. Вот мы, в общем, вот за вот этот период, с декабря по текущий день, продали 94% всех апартаментов в первую очередь. Ну, это просто, наверное, из рекордов, там, самый рекордный рекорд, да, то есть как бы до этого никто в таких объемах это не делал, ну и плюсом сейчас стоимость квадратного метра возросла вот со 160-165 до 240 тысяч за квадрат. То есть те инвесторы, которые зашли в тот момент, особенно с первым платежом, там, 20%, представляете, какой у них прирост произошел, когда сейчас цена 240 за квадрат. Вот, и эта динамика роста, она достаточно масштабная, высокая, и сейчас, если мы говорим, наверное, про Вабанк, да, то у нас, условно, можно сказать, риски как бы сняты, у нас есть проектное финансирование крупнейшего банка, у нас есть крутая команда, в наш проект проверили, поверил город, и плюсом мы его очень круто улучшили и сделали таким знаковым объектом. Очень крутой, очень амбициозный проект, вот, я желаю вам, чтобы ваша компания на этом проекте, как на трамплине взлетела и уже летела по всей России в рамках федерального масштаба. Спасибо большое за интервью.